Для вас, допустим, из подписчиков кому-то будет интересно пообщаться с каким-либо экспертом. Поэтому любого эксперта, что касается нумизматики, например, или коллекционирования марок, монет и других тем, мы можем приглашать сюда. Даже этого человека, который самовар коллекции, его даже можно пригласить. Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте! Самые лучшие на свете зрители! Сегодня у нас необычный будет день. У меня для вас множество приятных сообщений. Но давайте немножко вернемся назад. Вы все помните, что к Пасхе я проводила конкурс. И тем, кто выиграл призы, у меня были какие-то изделия из гжели. И, кстати, очень многие стали собирать гжели. Это было очень приятно. И вообще все получили призы, кроме Оленьки. Оленька дорогая, жду встречи, чтобы отдать все-таки приз. Прошло уже столько времени, жду. Ну, а мало того, что отчитались, очень многие заразились, как я уже сказала, коллекционированные гжели. И, например, Галина Николаевна Комарова, она ей подарила такой чайничек в виде петушка наверху курочка. Так она нашла к нему две чашечки сама. И посмотрите, какие замечательные кружки она купила. Кружки-вазочки. А моя подружка Галина Шахова стала так увлеченно собирать. Вы уже помните, многие предметы вы видели. Мы с ней были на Блашином рынке, я вам показывала. А вот посмотрите, что она стала искать в интернете. И какие чудесные вещи она купила. Замечательного Деда Мороза. Это уже она готовится к Новому году. Посмотрите, какой он огромный. И огромного-огромного зайца. Ну, где-то 35 на 40 сантиметров. Что-то такое. Ну, в общем, очень большое. Замечательный подсвечник. Вазочка такая очаровательная. Два чайника. Ну, и домик. И, по-моему, это уточка. Посмотрите, как она внимательно смотрит. Ну, в общем, вот такие вот приятные вещи. А Людмиле Воденицкой так понравилась скатерть из Вологодского кружева, из моего видео с Блашиного рынка, что она его купила. И я даже хорошо представляю, как она великолепно, празднично будет смотреться на любом столе. Ну, все покупки замечательные. Девочки, поздравляю вас от всей души. Красота. А вот я смотрю, даже Вологодское кружево. Да, это совершенно новая скатерть. Вологодское кружево. Мы ее продаем по чисто символической цене. Вот я вам сейчас ее покажу. Да, между прочим. Довольно большая для скатерти. Для скатерти на чайной столе. Слушайте, ну, какая красивая. Да, кремовый цвет. Ой-ой-ой, какая красота. С стальном, вернее, шелк с стальным. Вот такая скатерть. 120 на 120. Это уже как музейная вещь. Вот, да. Или обратите внимание на вот эти подзоры. Это начало 20 века. Здравствуйте. Всем добрый день. Хочу представиться. Меня зовут Наталья. Я являюсь помощником президента по союзу коллекционеров. И сейчас мы находимся в винтажном центре Ретро. Вот. Мы создаем сейчас группу специально для подписчиков Марии. И у нас возникли несколько таких вот предложений. Допустим, у нас сейчас проходит выставка. Самая большая. Хозяин этой выставки является Рогов. Он коллекционирует у нас самовары. Это самая большая коллекция самоваров на сегодняшний день находится у него. Вплоть до царских самоваров у него есть. Да, и современные самовары. Поэтому, кому интересно, тоже можем поговорить на эту тему. А вообще предложение такое. Есть разная тематика. Ну, можно сейчас дать ссылочку, куда можно прийти. Да, это мы обязательно сделаем по ссылочке. А еще вот такое предложение для вас. Допустим, из подписчиков кому-то будет интересно пообщаться с каким-либо экспертом. Поэтому любого эксперта, любой, что касается нумизматики, например, или коллекционирования марок, монет и как бы других тем, мы можем приглашать сюда. Ну, даже этого человека, который самовар коллекции, его даже можно пригласить. Да, мы можем всех приглашать сюда. И как бы вы можете тоже приезжать сюда. Собраться всем вместе где-то. Собраться всем вместе, пообщаться, поговорить, задать вопросы. То есть сделать такое живое общение друг с другом. Поэтому вот мы готовы к этому. Нам это интересно. Если вас тоже это заинтересует, пожалуйста, обращайтесь с удовольствием. Организуем такие мероприятия, встречи на выходные, либо будние дни. То есть, ну, как бы вот так. Будем ждать предложений. Мы давно разъехали с подачи, но вот, я считаю, сентября такую нужно организовать обязательно, обязательно такой вот основе, да, какие-то. Потому что я рубрику возобновила с Женей на блошином рынке ретро. Она всегда очень интересно рассказывает про что-то. Я не помню, что у нас там и бижутерия ее смотрели. То есть какие-то такие тематические вечера мы можем проводить. Да. Организуем, сделаем. Я думаю, потому что желающих очень много. Всех это интересует, задают вопросы, поэтому почему бы и нет. Да. Спасибо огромное. Будем рады вас видеть всех. Спасибо. Да, друзья. И могу сегодня поделиться своей радостью. Ну, во-первых, я вступила, я член коллекционеров, союза коллекционеров. Это очень приятное известие, очень достойное. Во-вторых, ну, благодаря моим постоянным видео, меня включили в группу пресс-службы ретро. Так что я теперь буду в курсе всех новинок и буду еще больше и чаще рассказывать вам. Ну, и потом вы слышали предложение от Наталии, поэтому пишите, с кем вы хотите встретиться, с какими коллекционерами поговорить. Ну, вообще посмотреть, что они расскажут. Это очень интересно. Пожалуйста, я с удовольствием вас выслушаю. И сейчас хочу единственное, что вам вставить. Вы видите предметы, которые я все тоже купила на блошиных рынках в разное время, в основном в Александрове. И вот они украшают мою дачу, мою патию на даче. Ну, а сейчас я привезу еще больше и сделаем дополнительные полочки. Так что будет красота. И еще я вам хотела сказать несколько интересных фактов, которые, ну, мне кажется, вам должны быть интересны. А вот сведения для размышления. Знаете ли вы, что женщин-коллекционеров меньше, чем мужчин? Что коллекционеров больше среди людей старше 50? Что коллекционеры реже страдают депрессией, они менее подвержены стрессу. И, может быть, поэтому они и живут на несколько лет дольше своих среднестатистических сверстников. Кстати, 8% россиян собирают статуэтки. А коллекционирование, если начинают школьники, то это развивает у них умение делать свой выбор в жизни. Дорогие друзья, удачи вам! Всего самого хорошего! Подписывайтесь, если вы не подписаны. Впереди нас ждет очень много интересного. Я вас обнимаю. Всего самого хорошего! До встречи, мои дорогие друзья! Так, сколько же мы уже показали чайников? Раз, два, раз, два, три, четыре, пять, шесть, ну, самоварчик не считаем, семь, и в горошек восемь, да? И вот там вот у нас стоит девятый. Итого пока девять чайников. Ну, я специально коллекцию не собираю, но как-то вот получилось, собрались, потому что очень уж красивые чайники.